Привлечь гостей и заинтересовать местных жителей. Такую задачу в каждом городе выполняет туристический код. Какой он в Самаре? Архитекторы и дизайнеры попытались ответить на этот вопрос, разработав своеобразную схему города. В Самаре выделили пять смысловых локаций. Например, город Хлебного Междуречья переходит в город на склоне. Важна в каждой локации определенная фиксация этого настроения, фиксация этого образа и фиксирование через определенные символы, то есть через определенные обозначения. Соответственно, вот город на склоне со своей вайбой, со своей террасностью, архитектурой, с кустами, волгой, пляжами. Дальше граничит с городом-музеем между Куйбышево и Фронзе. Основная плотность музеев, там художественный музей, литературный музей, музей для Рязанова, музей Модерна. Дальше находится город-площадь. Это резервуар массовых действий. Это площадь Куйбышева, это дальше площадь Чапаева с драмтеатром, это уход в Труковский сад. И следующий, пятый город, это город Славы. То есть это уже, скажем, больше советский, постсоветский период, где от площади Куйбышева, где основная ось его, наверное, это Молодогвардейская, потому что на него нанизаны, как бы, все там площадь Славы, Самарская площадь и все университеты. Со смыслами, которые заложены в каждой части города, туристов будут знакомить стеллы, которые установят на улицах. Их авторы назвали вехами. При этом стилеобразующим элементом, который объединит все, станут крылья. В Коде Самары, в Туркоде, может быть, и даже дальнейшем, и дизайн Коде Самары, крылья, как некий смысл, в принципе, ощущение нашей средней Волги, ощущение Самарской Луки, ощущение полета над Волгой, полета над степями, то есть, значит, соединение всего. И вот это вот мы ощущение свободы решили закрепить в символе крыльев, которые, на самом деле, очень четко ложатся и на, в принципе, наши индустриальные достижения своего времени. Именно поэтому крылья имеют и маленькие волшебные существа шишиги, фигурки которых разработали тоже в рамках создания туристического кода Самары. По легенде, шишиги жили на Волжском острове. Там много лунного света, который они ловили для создания волшебства. Однако их так манили городские огни, что кузнец сделал шишигам крылья, и с тех пор они смогли летать. Город их привлек огнями. Они вообще любят всякие блестяшки. В городе их очень много. Это все их очень привлекает. У них сорочий инстинкт. Они собирают это все вместе. Ребята, они довольно дружные. У них есть говорок. Вот они шикают, шишикают, ко всему добавляют букву «Ш». Собственно, именно поэтому имя шишиги им так понравилось. Собственно, когда они услышали, что их так назвали, две буквы «Ш» в слове. Восторг. 27 бронзовых фигурок этих сказочных существ планируют установить в разных туристических местах города. Кроме того, авторы проекта разработают квест «Как найти шиши клетунов и одновременно посетить все знаковые пространства Самары». Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.